Сколько стоят квартиры в Турции и вообще квартиры за рубежом? Квартиры в Турции можно купить за отриц... Я говорю сейчас, чтобы вы понимали, это не какая-то вторичка, не старые дома. Мы сейчас с вами говорим о квартирах от застройщиков на первичном рынке. Это будет большой красивый дом с придомовой территорией, с бассейном, недалеко от моря. То есть удаленность от моря, конечно, влияет на цену, но поверьте, если вы рассматриваете эту квартиру для круглогодичного проживания, нет смысла искать, там 200 метров от моря, не в сезон, это будет не очень комфортно, лучше купить квартиру чуть подальше. Но цены начинаются от 38 тысяч долларов, то есть на наши деньги это примерно 3 миллиона 800 тысяч рублей. Вполне себе по силам, в НЖ гражданства у вас не будет, то есть от этой суммы нет такого. Но используйте эту квартиру для аренды, это будет студия, там 35 квадратов, 40 квадратных метров. В Мир Синий, например, вполне реально купить такую недвижимость за рубежом, что очень многие люди хотят путешествовать, хотят расширять свой мир, иметь пассивный доход. Для чего вообще покупают зарубежную недвижимость? Зарубежную недвижимость первое покупают для того, чтобы там жить. Как вы будете жить? Постоянно вы будете жить, либо приезжать в отпуск. Покупка квартиры за рубежом у моря дает вам возможность быть в отпуске неограниченное количество времени. Вы приезжаете в свою квартиру, живете у моря месяц, два, ну сколько это возможно в соответствии с местным законодательством. Ну тут в зависимости от страны везде разные условия, как вы можете это делать. То время, пока вы не живете, то есть это первый пункт, вы можете жить у моря, когда вам нравится, вы можете жить там постоянно. На самом деле, я когда стала много путешествовать, я поняла, что очень большое количество граждан постсоветского пространства имеют недвижимость за рубежом, либо действительно там живут, приезжают в отпуск. Оставшееся время вы можете сдавать эту недвижимость в аренду. Имейте в виду, что стоимость аренды будет у вас в долларах или в евро, то есть это не привязано к рублю. Поэтому очень хороший заработок на аренде. То есть в то время, пока вы не находите своей недвижимости, вы сдаете ее в аренду, получаете пассивный доход. Кроме того, что опять будет с рынком зарубежной недвижимости? Тоже был очень большой бум, когда просто скупали КСИТ, скупали комплексы, скупали квартиры, потому что люди искали себе запасной аэродром. И на сегодняшний день эта проблема тоже остается открытой. То есть зарубежную недвижимость можно использовать как запасной аэродром. При в определенных странах, при покупке недвижимости на определенные суммы, что мы получаем? Мы можем получить гражданство, мы можем получить ВНЖ, то есть гражданство ВНЖ дает нам возможность пользоваться благами другого государства, не теряя при этом, кстати, российского гражданства. Абсолютно никак не влияет. В Турции, если купить квартиру, то дают гражданство или что? 400 тысяч долларов квартира в Турции, вы получаете гражданство. 200 тысяч долларов вы получаете ВНЖ. Кстати сказать, 200 тысяч долларов стало столько с октября месяца, до этого было 75 тысяч долларов. Очень грубо округляем 7,5 миллионов рублей. Вполне себе приемлемая цена за квартиру в Турции. Мы с вами рассказали, это первый пункт, то есть чтобы там жить. Второй пункт, на зарубежной недвижимости можно зарабатывать, потому что зарубежная недвижимость в долгосрочной перспективе растет. Но опять я повторю, что вся ваша прибыль это в долларах и в евро. Мы считаем, понятное дело, что там не будет у вас рублей, это будет либо местная валюта, либо доллар или евро, как правило. Таким образом вы получаете пассивный доход, он, в общем-то, никуда у вас не денется. Дальше очень многие покупают зарубежную недвижимость. Если дети учатся за границей, расширяйте, друзья, свои горизонты. Тоже никогда об этом не думала. Но очень много учебных заведений в других странах, в которых могут дети обучаться даже бесплатно. Есть тоже такое, такое тоже возможно. Поэтому, мне кажется, это очень сейчас перспективно для тех людей, которые расширяют свой мозг, расширяют свой кругозор, которые хотят иметь пассивный доход, хотят иметь возможность путешествовать. Вы никогда не узнаете страну, если вы будете жить 5 дней в отеле, ничего вы об этой стране не узнаете. Если вы приедете, поживете, освоитесь, пообщаетесь с людьми, будете изучать другие культуры, мне кажется, это очень сейчас круто, классно. Это технически вообще сложно. Насколько сложно купить квартиру за границей, если сравнивать с тем, как я здесь покупаю квартиру? Очень похожа процедура. Процедура на самом деле очень похожа. То есть вы выбираете онлайн-квартиру от застройщика. Например, чтобы вы понимали, когда вы сейчас покупаете квартиру от застройщика, нет этой квартиры. Вы покупаете проект, вы покупаете проект дома, вы покупаете планировку, вы покупаете локацию. То же самое у вас будет происходить в зарубежной недвижимости. То есть мы выбираем проект, место, где вы хотите жить. Либо квартиру, которая будет ликвидна для инвестиций, которая будет подходить для инвестиций, подходить для сдачи в аренду. То есть мы с вами эту квартиру здесь выбираем. Дальше у вас есть, ну если вы там были в этой стране, понятное дело, что есть возможность оформить доверенность на покупку. Деньги, как правило, это криптовалюта, либо наличка, либо переводы. То есть вполне реально перевести туда деньги. Либо квартиры покупаются по доверенности. Абсолютно та же самая процедура. Бронируется квартира, вносится определенная сумма денег. Застройщики по зарубежной недвижимости дают рассрочку. В очень многих странах достаточно 30%. И дальше вы берете рассрочку до окончания строительства. В Турции это 50%. И дальше у вас рассрочка до окончания строительства комплекса. Беспроцентная рассрочка. Нисколько процентов. То есть просто рассрочка по платежам. Есть нюансы по налогам. Есть нюансы по... Кстати сказать, во многих странах сделки регистрируются тут же. И есть такое, что право собственности нельзя оспорить. В принципе, нельзя. В законодательном уровне право собственности не оспаривается точка. Даже в суде нельзя оспорить. То есть это достаточно... А где сейчас можно купить? Это Турция? Что еще? Турция, Грузия, Северный Кипр, Эмираты. Я бы сейчас рассматривала вот такие восточные направления, которые очень любят россияне. Это Таиланд. Это может быть Бали даже. Испания. Вот такие вот страны. Цены вот... Ну в Турции понятно. 3 800. А вот на Кипре сколько квартир еще стоит? Ну если объективно, если у вас будет хороший жилой комплекс, если у вас там будет полноценная двухкомнатная, например, квартира 50 квадратных метров, цены начнутся где-то от 130-150 тысяч долларов от 15 миллионов рублей. Ну это будет крутой комплекс, классная квартира с бассейном, от моря прям близко. А так вот что там? Однуха. На вторичке? Да, однуха, угловая. Ну прям дешевый вариант. Ну прям за сколько вот дешевый вариант? Реально можно купить квартиру там до 3 миллионов рублей. Вот так. Я прям... До 3 миллионов рублей. Ну у вас не будет там уже бассейна, понятное дело. У вас не будет красивой придомовой территории, но реально квартиру купить можно. И сдавать, кстати сказать, ее тоже можно. На вторичке квартиру сдавать можно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ